Думали, что мы не будем переводить наше название, будет 33 вата, потому что название не слеет. А вот это в Наславче, как вы будете идти, откуда начинается речка и откуда она выходит в Наславче, то она вот так вот виляет в водородье на 33 броди. Это так оно есть? Да. Ну, и пизодичница в Наславче. Итак, миг 33 вата включает в себя следующие населенные эпохи. Это село Гырбало, город Окница, село Ленькаут, село Наславча, город Фрунзе, село Мерешевка, село Савка, село Бырного и коммуна Липик, что охватывает приблизительно 18 тысяч жителей. Инициатива внедрения подхода лидер в микрорегион принадлежит местным публичным властям. И это, наверное, ответ на ваш вопрос. Местная инициатива, местные публичные власти. Если публичные власти не заинтересованы в этом, то это не попадет в регион. Членами МИГа являются организации, учреждения, местные лидеры, то есть представители государственного, предпринимательского и гражданского секторов. МИГ Трест-Тривада, единственный в состав которого входят два города. Это город Окница и Фрунзе, потому что его население меньше 10 тысяч людей. Маленькие города. А в сумме сколько населения входит в МИГ? В МИГ приблизительно 18 тысяч. 18 тысяч? Да. А, все вижу. В период сентября 2018, апрель 2019 были организованы 9 рабочих встреч. И мы встречались в каждом населенном пункте, который является членом МИГа. На этих встречах МИГ собирал информацию для составления стратегического плана развития, в котором были показаны местные ресурсы, миссия и видение вам проектных идей. Видение – это то, что мы, как мы видим наш МИГ на будущем, мы поставили себе в течение 5 лет. То есть в 2023 году МИГ Трест-Тривада известен активностью туристических направлений, разнообразием местных предприятий и продуктов, развитой инструктурой, повышенной доступностью социальных услуг. Это так, как мы хотели видеть наш МИГ. А миссия – это какие у нас пункты, то, что мы должны сделать для этого, чтобы достичь этого. МИГ Трест-Тривада способствует устойчивому развитию территории, привлекая инвестиции в сферу туризма, продвигая местные ценности и традиции, поощряя гражданскую активность и осуществляя конкретные меры по поддержке предпринимательства в микровидеоне. Исходя из существующей миссии и видения, члены МИГа наметили приоритеты развития, в том числе развитие туризма и туристической инфраструктуры, поддержка местного предпринимательства, модернизация и диверсификация сельскохозяйственности, деятельности, улучшение социальной инфраструктуры и услуг, защита окрушающей среды и пространственное планирование, продвижение местных ценностей и традиций. МИГ Трест-Тривада имеет сильный сельскохозяйственный потенциал, но другая ценность этого микрорегиона – защита и продвижение местного культурного и природного наследия, а также диверсификация местной экономики и запуск инновационных предприятий. У нас лапче, и вот мы имеем Дмитрия Барлагяна, который является хозяином единственной в стране форелевой фермы, где разводят горных рыб в особых условиях. А также то, к чему мы стремимся, это создание привлекательных туристических зон для туристов. Так как мы поняли, что потенциал в нашем микрорегионе для развития таких туристических зон есть, это только надо чуть-чуть финансов, труда, и мы надеемся, что этого достигнем. 3 апреля 2019-го в рамках конференции «Лидер» состоялась институционализация МИГа. Путем подписания соглашения о территориальном партнерстве на выставке «Лидер» была предоставлена местная продукция МИГа. Ну, плохо, но можете видеть, какие мы красивые были, какой у нас был стол с продукцией. В апреле 2019-го МИГ из «Трибада» принял участие в конкурсе предложений по проекту «Деятельность у среди лидеров Молдовы». В результате МИГ получил запрошенный бюджет в рамках проекта в размере 400 тысяч леев. Это сумма на целый МИГ, на все 9 населенных пунктов. Но было условие, что сумма собственного взноса должна была составлять не менее 30%. МИГ «Трибада» объявил конкурс регионального развития в сельском секторе под названием «Конкурс малых грантов». Информационные сессии были организованы в населенных пунктах, которые являются членами МИГа, предлагая людям, как членам МИГа, так и другим, принять участие в конкурсе. Желающие принять участие в конкурсе могли представить свои проектные идеи, найдя их в одном из приоритетов стратегического плана. То есть у нас был период, когда менеджеры МИГа, я имеющаяся коллега, мы ходили по населенным пунктам, по примареям или другие, где нам предоставляли помещения. И мы ставили объявление, что есть вот такой конкурс. И все желающие, даже члены, даже не члены МИГа, могли участвовать на этом конкурсе. У нас были люди, которые подали заявки не членам МИГа, но, к сожалению, они не прошли из-за того, что они не могли, контрибутя их личный внос, они не могли этого софинансировать. Три приоритета, которые у нашего стратегического плана, они есть. Создание услуг для размещения туристов и развития инфраструктуры для туристов, улучшение социальной инфраструктуры, а также малой инфраструктуры для отдыха, модернизация аграрного и агропродовольственного сектора. То есть все идейные проекты должны были найти себя в этих трех приоритетах. Когда мы их рассматривали, мы рассмотрели, если они входят, то это плюсики. Если нет, уже на следующий раз, наверное. В ходе конкурса малых грантов, объявленном МИГом, было подано 19 заявок. По итогам заседания отборочной комиссии было отобрано 7 заявок, которые получили финансирование МИГа. Это пчелиный домик, дом Маковичу Борис, это попасло-салка, то, где мы сейчас... Торфер-микат и попасло-салка. Я не знаю, как перевести. Анна, попасло-салка, как перевести? Это по-моему, он вообще не переводится. Это не переводится. Кутру, кутру в садке. Это где можно перекусить, да? Это то, где мы сейчас находимся, где вы будете ночевать. Это как тоже гостевой домик, да, что-то такое. А именно в этом гостевом доме финансирование он получил для строительства печки. Правильно? Печи. Печи. Где эта печь, кстати? Печи. А мы ее увидим? Сейчас можем пойти посмотреть. Для этой печи. И там будут даваться мастер-классы по приготовлению традиционной... Вот этой плаценты. Печи готов. Приготовление, да? Да, да. Костюмы для фольклорного коллектива Ватросап, Сатулы. Дом Усеник, представитель села Гырбова. Был фестиваль, были куплены костюмы и аппаратура для коллектива. Мед в пакетиках, село Ливник. Завтра вы увидите. Они купили себе аппаратуру для пакетирования меда. То есть, как есть сахар в стикерах, а это будет мед в стикерах. Модернизация теплицы. Это Людмила. Оснащение классной мебелью. Село Савка, первый класс. Детки все пошли в класс новой мебелью. Парт, классная мебель, нехорошо звучит, да? Новая, новая мебель, да. Школьная мебель, да. И развитие кемпинга Ситлона Славча. Это дом на Бурладян. Будет зона кемпинга развита, построена. Общая сумма в 400 тысяч леев распределилась следующим образом. 20 процентов, то есть 80 тысяч леев на административные расходы МИГа. Из этих денег было приобретено техника, канцтовары, а также зарплаты, менеджеры на транспортные расходы. Это на период проекта. Вот из этих мы выиграли 400 тысяч, и на это... Не, я про административные расходы. 80 леев в год 80 тысяч. На 80 тысяч. Да, на этот кокус, на этот период. А о каком периоде речь? Пример. Год, год все-таки, да? Нет, нет. У нас было где-то 5 месяцев. Это вот с 18-го года по апрель 19-го года. Да. Во время, когда конкурс проводится. На время, когда он объявлен. Как объявлен, да. Объявление конкурса, внедрение конкурса и уже вот конкурс. На первый приоритет это 40% из этой суммы. Это 160 тысяч леев. На второй приоритет 20% 80 тысяч леев. И на третий приоритет такая же сумма. Не поняла. На что конкретно? Это конкретные проекты имеется в виду? Нет, на первые. Приоритеты как направление развития. Да. Вот как направление развития. А там может быть несколько проектов. Вот то, что мы сказали про первый приоритет, где развитие туризма. Да, да, да. То есть на этот приоритет была сумма 160 тысяч леев. Мигом дана. Все понятно. Понятно, понятно. Вот еще раз. Что вам понятно? 40 тысяч рублей. Ну так, для понимания. Мы умножаем на три эту цифру. А, ну умножаем. Нет, на три умножаем неделю. Все поняла. С развитием микрорегиона Миг внес вклад в улучшение отношений между людьми, которые жили рядом, но не знали друг друга. В обмен опытом и знаниями подход лидер предоставил возможность обмена опытом и показ национальных товаров на зарубежных рынках. Тут мы можем видеть, как наши представители Домной Ировида и Домной Юрий Сейник были в Польше на фестивале Мураторь. Квашеный фестиваль, в общем. Квашеный фестиваль. Они были в Польше. Польше представляли нас. А рядом вот костюмы, которые были выиграны из села Гырбово. Это фото. И все. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ